Марат Серкеров считается одним из самых успешных фермеров Кизлярского района. В прошлом году он выиграл грант в размере 5 миллионов рублей. Теперь осваивает эти средства, строит в селе Речном молочно-товарную ферму для разведения коров. Ватьмат Бурзиева встретилась с удачливым крестьянином. Ей слово. О строительстве этого комплекса Марат Серкеров может рассказывать бесконечно. Ведь прежде чем его строить, пришлось немало поездить по фермам, перенимать опыт у других крестьян. Хотелось, признается предприниматель, построить так, чтобы здесь было удобно находиться и дояркам, и коровам. Это помещение построено под 100 голов, под 100 дойных голов. Здесь, можно сказать, что 90% работы уже сделано. Осталось только вот этот механизм поставить на место, электричество подвести, дорогу, газ, свет, остальное все сделано. О том, что у него будет своя ферма, когда-то городской житель Марат и не думал. Коров видел только по телевизору, но жизнь всему научила. Теперь он один из лучших фермеров Кизлярского района. Где-то в Геннах, может быть, заложено было у нас. Мы наши же предки, все животноводы были. Наверное, поэтому сказать, что не нравится эта работа, глупо было бы, потому что я все время этим только и занимаюсь. Этих буренок он собирал 15 лет, но одной породы в его стадии нет. Ведь не всякой корове подойдет здешний климат. Стараемся выбирать скот из того поголовья, что у нас есть на районе. На данный момент у нас разнобойный скот, одной породы здесь нет. В дальнейшем думаем, что все-таки мы будем делать уклон в сторону красно-степной породы. Корова – животное, хоть и не капризное, но требует к себе особого внимания. Поэтому работать фермеру приходится даже ночью. Они же телятся и в дневное время, и в ночное время. Кому-то из рабочих или самому приходится дежурить ночью, конечно. Иначе будут падежи, потери. Нам по карману бьет. Особенно вот сейчас, в начальной стадии, нам нельзя расслабляться. Труд тяжелый, заработок минимальный. Но фермер не жалуется. Администрация района выделила ему землю под пастбище. Помогает в реализации молока. Полученную продукцию Марат сдает в школы и детские сады. Говорит тяжело и опускать руки, но уже это не к лицу нам. Даже с той помощью, которой нам даже стыдно говорить, что нам тяжело. Ничего тяжелого сейчас уже нет. Надо довести то, на что нам выделили деньги, до ума довести. Выпускать продукцию, поставить его на конвейер. Потом будет намного легче. После того, как комплекс будет завершен, Марат планирует заняться разведением мясной породы коров. Ведь недавние санкции пошли только на пользу российским фермерам. Предприниматель уверен, это дело, как и предыдущее, у него обязательно получится. Патяна Бурзива, Ибрагим Магомедов. Время новостей. Кизлярский район.